Через огонь и воду к знаниям в буквальном смысле прошли накануне школьники, ехавшие из Череповца в Вологду на областной этап Олимпиады по физике. Автобус, который вез учеников, загорелся прямо в пути. За 30 километров от областной столицы на помощь моментально пришли патрульные, которые сопровождали транспорт. Сзади следующий автобус, водитель которого перемаркнули фарм, указал, что что-то случилось с транспортным средством. Обратив внимание, зеркало заднее заметил, что из-под автобуса во время движения вырываются языки пламени. Сразу глинили меры к остановке. Остановился, пошел дым в салон, начал эвакуацию детей. Сотрудники ДПС помогали эвакуировать детей, вещи детей. Потом начали тушить двигатели. Возгорание произошло в районе двигателя. Дети тоже никто, все нормально. Спросили, как, что, сказали, все нормально. Подростков в салоне, их было 21, отвели на безопасное расстояние на улице. Они пробыли меньше часа, заверили спасателям. Олимпиадников забрал другой транспорт. Практически все вещи, по словам полицейских, тоже спасли. А вот автобус... К сожалению, как бы ничего сделать не удалось. Огнетушители свои использовали, из патрульной машины. Попутный транспорт останавливали, огнетушители тоже использовали. Уже ничего не смогли сделать. Автобус выгорел. И это несмотря на то, что машина прошла две проверки в автоколонии с сотрудниками ГИБДД непосредственно перед выездом. Как говорят в управлении образования, по документам автобус был исправен. В МЧС в качестве основной версии говорят об аварийном режиме работы двигателя. Топливо могло попасть на раскаленный коллектор. Также, возможно, короткое замыкание в проводке. С родителями сразу же проведена была оперативная беседа, разъяснение данной ситуации. Поэтому, в общем, каких-то претензий не было. Дети по опросу отказались возвращаться домой. Все изъявили желание именно принимать участие в Олимпиаде. На данный момент обеспечены все комфортные условия для детей. В управлении образования подчеркнули, что они провели перевозку школьников по правилам. В салоне автобуса, помимо подростков, были двое сопровождающих, которые сидели напротив каждой двери. Поездка происходила днем. Олимпиадники выехали из Череповца в 14 часов. Также с автобусом ехал и патрульный автомобиль. Кстати, последний пункт нововведения. До прошлого года автоинспекторы сопровождали детей, если была только вереница из не менее чем трех автобусов. То есть, если бы не этот закон, то, возможно, не было бы и сотрудников ГИБДД. И события бы происходили иначе. Кстати, сегодня следователи начали проверку по происшествиям. Следственным отделом по городу Череповец региональное управление Следственного комитета начата доследственная проверка по данному факту. В ходе нее следователи проверят условия и порядок оказания услуг Череповецкой организации перевозчикам, а также соответствие их требованиям безопасности и полноту принятых для этого мер. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Заслаженную работу череповецких полицейских Михаила Богданова и Сергея Синицына представили к поощрению. Уже сегодня их коллеги сопровождали очередных олимпиадников в областную столицу, на этот раз по русскому языку. Физики же прибудут в Череповец 19 января. И вряд ли они в первую очередь будут рассказывать одноклассникам, какие сложные задания им попались. Евгений Макеевский, Александр Шагичев, Сергей Павлов. Новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...